простите дорогой иван иванович что так долго не отвечал собирался все к вам со мной вы знаете какой народ женщины вот и моя жена такая же ни за что не пускала меня к вам пока ей сам один не скажет что к вам ходить безопасно прошлую среду собирались мы в обществе поощрения чтобы потолковать о делах товарищества были брюлов маковский волков лемах бегров яндагуров плод лебедев шильдер и я толковали о том что по всем видимостям нашей 25 выставки будет тесно в залах общества надо растолкать правление в деятельности по этому вопросу волшебный фонарь едва ли удастся хорошо бы издать юбилейный альбом решили в следующую среду собраться и начать переписку с правлением ярошенко и дубовской еще не дали о себе знать приехали ли они а от боголюбова я получил письмо на другой день после его смерти преданный вам киселев художник александр киселев и его соня софья протопопова они были вместе и в счастье и в горе в достатке и в бедности их брак это семеро детей и многочисленные пейзажи ставшие широко известными и популярными это сейчас он классный художник третьей степени член товарищества и постоянный участник ежегодных выставок передвижников заведующий отделом изобразительного искусства журнала артист действительный член императорской академии художеств инспектор классов высшего художественного училища живописи скульптуры и архитектуры при академии художеств а когда-то очень давно в августе месяце на одной из улочек харькова появились два загорелых бородатых молодых человека было видно что они долгое время провели за городом на солнце на свежем воздухе их немногочисленный багаж состоявший из ящиков с красками обнаруживал что это художники вернувшиеся в город после работы на натуре проходя по улице они внимательно всматривались нет ли на воротах записки о сдаче комнаты вот и записка воскликнул один из них посмотри молодые люди постучали у ворот и войдя узнали что сдается комната не семейным тут же они и водворились внесли багаж разобрали вещи в надежде отдохнуть немного и в ближайшие же дни принято записание картин по еще свежим только что написанным с натуры этюдом в домике хозяйничали вдова старушка ее дочь девица уже почтенного возраста и расторопная деревенская баба средних лет надо было видеть с каким неотрывным любопытством и даже тревогой всматривались они в лица пришельцев и в их багаж ящики папки и маленькие чемоданчики не внушавшие доверия вскоре служанка принесла новым постояльцам самовар киселев предложил а что если мы не откладывая на утро воспользуемся оставленной горячей водой и приведем свои физиономии в порядок зачем же дело стало через каких-нибудь полчаса все было в порядке бороды и усы сбриты а кстати заодно сбрили и шевелюры на голове они стали неузнаваемы дверь чуть скрипнула открылась шире раздался приглушенный вздох ужаса ой боже мой в приоткрытую дверь заглянули по очереди три физиономии и тотчас послышался негодующий тревожный шепот конечно не они что же теперь делать и у соседки нет мужчин чтоб позвать надо сбегать на ту сторону о молодых художниках о том как они пошутили в первое утро после вселения узнала соседка вдова профессора протопопова живущая с двумя молоденькими дочерьми девицами в домике с большим тенистым садом где по вечерам не умолкали соловьи александр александрович отдыхая как-то в саду услышал пение он подошел к забору подтянулся немного вверх и увидел двух девушек как прелестно вы поете сказал он у кого вы учитесь петь у соловья ответила поющая обе они засмеялись и убежали так началось знакомство художника с его будущей женой 1908 году александр киселев женился на 17-летней дочери профессора протопопова софьи матвевне которая была моложе его на 13 лет понимая что живописью семью не прокормить александр александрович устраивается на работу в харьковский государственный банк увлечение живописью отошло на второй план картины писались в свободное от работы время шли годы в семье было уже трое детей когда в 1875 году в харьков прибыли картины художников передвижников посетив выставку киселев вновь стал серьезно заниматься живописью одну из своих картин он послал на суд товарищества художников и получил одобрение а картина пейзаж окрестностей харькова была принята к участию в передвижных выставках вы я думаю давно уже перестали ждать обещанного мною рассказа о том как я дезертировал почти на 10 лет из области искусства в среду банковских операций и как первая передвижная выставка картин извлекла меня из этого чуждого мне мира и снова приурочила к тому что было с юных лет моим призванием передвижническом пейзаже необходимо отметить что в нем доминирует сельская природа художники выбирают самые простые мотивы обращаются к обыденной натуре необычайной красоты зимний пейзаж принадлежит кисти александра александровича киселева активного участника товарищества передвижников профессора петербургской академии художеств видного художественного критика картина зимний пейзаж относится к счастливому для художника времени когда после многолетнего пребывания в харькове в должности банковского служащего он окунулся в активную творческую и выставочную деятельность зимний пейзаж просто искренне рассказывает о красоте одного из уголков русской природы а его мотив окраина деревни морозная лунная ночь и не необыкновенно поэтичен благодаря эффектной передаче серебристого лунного света надо отдать справедливость девице когда-то учившийся петь у соловья будучи матерью трех детей она поняла и оценила бурю поднявшуюся в душе супруга когда он побывав на выставке передвижников почувствовал что не может вернуться в банк она первая протянула ему руку и сказала что верит в него и согласно на все жизнь сделала крутой поворот киселев вернулся в искусство в 1876 году его единогласно принимают товарищество передвижников а в 1877 году художник семьей переезжает в москву семье приходилось нелегко деньги накопленные за время работы в банке таяли на глазах чтобы обеспечить материальное благосостояние семьи художник преподавал рисование в женской гимназии и давал частные уроки но преданность искусству и поддержка со стороны жены помогли преодолеть все трудности киселев приобрел популярность в обществе его светлые лиричные пейзажи подкупали своей простотой и естественностью внутренней гармонии и искренностью картина душа художника его портрет то что было в картинах киселева лежала и в основе его натуры ему не свойственно была большая углубленность в жизнь как в картинах его не было глубокого проникновения в природу он не проявлял исчерпывающего интереса к чему-либо мысль его точно скользила по поверхности жизни вылавливая в ней красивое или невинно комическое все это увязывалось с его картинами со светлыми радостными тонами его пейзажи немного идеализированных и подкрашенных но в которых все же была культурная умелость и искренность чувства а и и Продолжение следует...